Здравствуйте, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Максим Кац, российский блогер, политик, автор ютуб-канала. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Сегодня, смотрите, я хотел бы с вами поговорить, у нас интервью займет, как всегда, это минут 30. Хотел бы вас расспросить о настроениях в России, о настроении ваших подписчиков, у которых вас, если я не ошибаюсь, около полутора миллионов, да? Миллион четыреста сейчас, да? Ну, я считаю, что там, где миллион четыреста, там уже и полтора. Это думающие люди, это настоящие патриоты, это не ура-патриоты, которые там бегают с непонятными флагами. Это люди, которые понимают, что Путин – это зло для России. Я правильно говорю? Да, вы правильно говорите. Видите, у нас как раз вот сейчас мы после интервью будем записывать видео про патриотизм. Будет видео с уроком патриотизма. Вот у нас в школах тут начались уроки патриотизма. И они какие-то, на наш взгляд, неправильные. И мы будем записывать урок настоящего патриотизма. Ну и вот, да, на наш взгляд, настоящий патриотизм, он как раз, одна из его важных черт заключается в том, чтобы если государство твое начало самоуничтожаться и совершает какие-то самоубийственные действия, при этом никто как бы даже не считает возможным возразить, то вот настоящий патриотизм – это в этой ситуации именно возразить. Как минимум, словесно, так, как можешь. И возражать до тех пор, пока ты не сможешь изменить ситуацию. Вот надеюсь, что моя аудитория примерно таких взглядов придерживается. Насколько я понимаю, это так и есть. Но я хотел бы сказать вашей аудитории сразу дякую. Это спасибо, да, за то, что они есть, за то, что они думают. И вот, наверное, сразу начну с такого вопроса. Возможно, это моя фантазия, но я очень, наверное, этого желаю. И этого желают где-то около 45 миллионов людей сейчас, как минимум. Предположим, что Путин умрет. Да, хорошее предположение, как на мой взгляд. Вот у меня такой вопрос. Для не ваших зрителей, для остальных россиян. Им нужен новый царь? Они без царя вообще никак не могут? Они перегрызутся? Не знаю, что произойдет? Ну, вот этот вот запрос на такого царя, на сильную руку, он в российском обществе был довольно активен в начале 2000-х годов. В конце 90-х, в начале 2000-х. Ну, потому что люди очень тяжело переживали трансформационный кризис, который был после распада Советского Союза. Причем не только именно то, что сейчас принято обсуждать, именно так как распад империи, вот это вот все. Но в основном люди тяжело переживали именно изменения их личного уровня жизни и вообще формата жизни. И им захотелось как-то вот, чтобы кто-то это все дело приструнил, наладил, значит, исправил и вот как-то правильно все устроил. Поэтому был действительно запрос на сильную руку. И это было видно и по социологии, по настоящей нормальной социологии, где люди говорили, что их герои – это какие-то персонажи из фильмов. Ну, там, когда спрашивали ролевую модель, как вы видите, там президента, лидера страны, они и спрашивали по персонажам из фильмов. И они называли силовиков. Да, там, Глеб Жеглов и вот подобное. Но к середине десятых годов, уже тем более ближе к началу двадцатых, этот запрос в российском обществе изменился. И как ролевую модель, значит, вот возможного президента начали называть уже интеллигентов, каких-то людей высокообразованных. Вот если персонажей из фильма брать, то там профессор Преображенский выступал как ролевой моделью для россиян. Поэтому, на мой взгляд, запрос в российском обществе на какого-то царя или сильную руку, он, ну, есть, но небольшой. То есть это какие-то проценты российского общества есть, которые этого хотят. Но в основном люди хотят не этого. В основном люди хотят правительства, которое будет заниматься своей страной, которое будет заниматься тем, чтобы людям в России жилось лучше. И не лезло бы это правительство ни в какие зарубежные авантюры, уж тем более в войны. Вот, на мой взгляд, из того, что было видно по адекватной социологии до войны, в этом был запрос российского общества. Но, к сожалению, в России, в отличие от Украины, нет демократии. И запрос российского общества очень слабо связан с тем, что делает и как формируется, и как сформирована российская власть. Российская власть сформирована из совсем другой, других людей, другой социальной страты, очень специфичной. Мужчины, родившиеся где-то в 50-е годы, у них очень специфичное воспитание, восприятие реальности, и они видят мир и видят добро и зло совсем иначе, нежели большинство граждан России. И это приводит их к тому, что они пытаются возрождать СССР и прочей чушью подобной заниматься. Я не думаю, что при... Если действительно вы говорите не «если», а «когда». Это же не вопрос «если», это вопрос «когда». Когда Владимир Путин урёт, я не думаю, что будет какой-то переход к какому-то другому правителю подобного содержания, характера и формата. Я думаю, что всё изменится. То есть даже политическая верхушка не будет там грызться за власть в этом плане, то есть не хочет царя. Они понимают, что они приведут какого-то там демократа, назовём его так. Нет, нет. Конечно же, политическая верхушка грызться за власть будет. И очень активно. И перегрызут друг другу там всё, что можно. Там и глотки, и всякие прочие другие места. Они будут грызть себе очень активно. Но я думаю, что следующий президент или какой-то правитель России в той или иной должности, в которой он будет, он не будет иметь столько силы, сколько сейчас смог собрать себе за эти годы Владимир Путин. Он будет более слаб. Он, соответственно, не сможет проводить какие-то явно авантюрные, какие-то безумные вещи, какую-то безумную политику, которая просто ухудшает жизнь вообще всех. Если мы посмотрим на эту войну с точки зрения российского гражданина, то нету российских граждан, которые от этого политического решения бы выиграли. Не существует такой ни социальной страты, ни какой-то группы людей. То есть никто не выиграл. Ни олигархи, ни генералы, ни министры, ни чиновники, ни простые граждане, ни рабочие, ни колхозники, я не знаю, кого ни назови, ни средний класс. То есть от этого решения все проиграли. Чтобы проводить в жизнь такие решения безумные, от которых все проигрывают, нужно иметь очень большую концентрацию власти в одних руках. Я не думаю, что такая концентрация власти сможет сохраниться после того, как сменится персональный руководитель. Это персоналистская автократия, она не передается по наследству, это не монархия, и следующий вряд ли сможет собрать такую силу у себя в кулак. А вот допустим, что Путин умирает завтра, тут я паузу такую выдерживаю, драматическую, кому тогда будут служить те русские, россияне, которые привыкли служить царю? Вот отечеству они будут служить, в чем они будут искать свое проявление, форму? А вообще отечеству нужна война в Украине? Чтобы там переложить ряд проблем, или не знаю, или... Опять же, вот как я и сказал в прошлый раз, мне кажется, война в Украине не нужна в России никому. То есть нет, кто-то, кто от нее бы выигрывал. Она не нужна никому. Она даже не нужна военным. Обычно война нужна военным. Военные любят, что вот они, значит, генералы ждут войны, чтобы проявить себя, или военная промышленность, и все такое. Звездочки, погоны заработать, да? Звездочки, погоны, да, да. Но тут совершенно все не так. Генералитет российский, как и российские оборонные предприятия, состоит из людей, которые совершенно не военно какие-то настроенные. Они жили себе там, строили какие-то дачи, устраивали какую-то жизнь, что-то там пилили. Ну, в общем... Это обычные чиновники-коррупционеры, только в форме. Им война совершенно не нужна была, потому что она обнажила всю их бессмысленность, всю их некомпетентность. То есть, когда вдруг обнаруживается, что все это оружие, на которое ты вваливал какие-то миллиарды рублей, на которых ты построил себе не один домик в Сан-Трупе, и твоя семья учится на это все распиленное в Лондоне и во всем прочем, когда выясняется, что вдруг, что она не стреляет никуда, то ты от этого не выигрываешь. Ты от этого проигрываешь. Тебе бы лучше дальше жить в иллюзии, что оно очень мощное оружие, и что можно дальше было бы еще 10 домиков построить. То есть, даже эти люди проиграли. Обычно выигрывают генералы от войны, выигрывают военная промышленность. Здесь нет. Здесь этого всего не происходит. Поэтому я не думаю, что есть кто-то в России, кому эта война нужна. Ну, кроме Путина, которому она нужна для того, чтобы как-то отвлечь россиян от того факта, что он хреново управляет Россией. Кому эти люди будут дальше служить? Да тому, кто придет. Кто будет, тому и будут. То есть, если мы говорим про каких-то военных, про силовиков, в основном это люди, опять же, ну, конформистские настроенные, другие там в этой системе не очень-то держатся. Они конформисты, но у них придет другая власть, скажет, все, теперь мы больше не воюем, идем дальше дачу строить. Ну, они пойдут и будут дальше дачу строить. Им это совершенно все не надо. Идейных каких-то вояк, ну, крайне мало. То есть, даже если мы смотрим какие-то пропагандистские каналы, то они там какие-то считанные единицы этих идейных воинствующих чуваков, которые целыми днями с каналом на канал ходят, и про которых всем понятно, что как только запахнет жареным, они переобуются самыми первыми. Вот это прямо будут самые первые люди, которые переобуются и будут говорить, что это все Путин, а вообще не мы. И вообще я не то имел в виду, вы просто меня не поняли, да? Да-да-да. И вообще я был самый главный всегда оппозиционер, всегда против Путина топил, просто не по телевизору. По телевизору же не мог будут говорить о ней, а вот лично я всегда был против. Это они первыми переобуются, это всем понятно, да, что главные препаганисты будут первыми прибежавшими переобуться. Есть некоторое количество идейных каких-то вояк, типа там Стрелкова того же Гиркина, да, вот подобное. Но это совсем какое-то маргинальное количество людей там, ну, составляющие, ну, прям единичные проценты в российском обществе. То есть таких там днем с огнем не сыщешь. Ну, они, да, будут там плакать, что нет больше войны, и пойдут заниматься дальше историческими реконструкциями, что они делали раньше. То есть если изменится власть, то быстро изменится и весь подход. Это я уверен в этом совершенно. А вот, кстати, по поводу этого Гиркина. Он-то в последнее время начал заявлять о том, что Россия проиграла войну, Россия то, Россия сё. Как он до сих пор живой, объясните мне. Я дико извиняюсь, но я даже на него подписался, потому что он его, он такой грустный в последнее время, что это поднимает мне настроение. Потому что когда такой мудила так сильно грустит, то я радуюсь. Вот, вот таков мой подход к этому вопросу. Да, он очень грустит, он очень грустит. Он мечтал о войне, а война не получилась. Он, ну, я не знаю, тут уместно, неуместно как-то его похвалить, но, может быть, и можно, потому что он действительно, когда война провалилась, действительно пишет, что она провалилась. Он действительно пишет, какие тупые в России генералы, какие-то тупые командующие, и как они плохо организовали войну. И, ну, не знаю уж, почему его ещё не посадили. Там я видел, ходили разговоры о том, что пора бы его посадить. Он сам на этот счёт высказывался. Опять же, с интересом я за этим всем наблюдаю. Ну, это такая уж совсем прям жаба с гадюкой прям типичная. Но, действительно, он, видимо, всё-таки там есть какое-то понимание военной обстановки, потому что он её выдаёт довольно, на мой взгляд, объективно. То есть он выдаёт какую-то объективную оценку того, что происходит на поле боя. Если, например, взять его, почитать, а потом почитать Арестовича и выявить среднее арифметическое, то можно примерно понять, что там происходит. Моро того, фактическая сторона того, что они говорят, и тот, и другой, почти всегда совпадает. То есть в плане того, кто куда наступает, кто что потерял. То есть он объективно как-то смотрит на происходящее и очень грустно рассказывает, что вот не получилось русский мир на танках привезти. Как-то вот не вышло ничего из этого. И что сила русского оружия какая-то оказалась не сильной нифига. И командующий вообще какие-то совсем... Шойгу он иначе как фанерным маршалом вообще не называет. И действительно Стрелков загрустил. Но это не может не радовать. Нет, то, что он загрустил, это нас радует всех. А вот, учитывая, как расправляются в Кремле со своими врагами, Гиркин начинает говорить очень неудобные фразы, как мне кажется, для самого Кремля. Как до сих пор Кремль... Это правда. Это правда. И действительно, я видел, ходили одно время разговора, что его там пора посадить, там по телевизору что-то вещали на этот счет, и он сам говорил. Но что надо понимать про российские репрессии? Все-таки вот база и смысл этого режима политического российского – это информационная автократия. То есть она в первую очередь опирается на информацию, на информационную противостояние, на информационную войну. В России сейчас открыто что-то, по-моему, около 60 с чем-то уголовных дел вот этих вот по дискредитации армии, которые там 15 лет дают, и распространены заведомо ложных сведений и всяких прочих военно-цензурных статей. 60 – это что за цифра? Это говорит о том, что эти репрессии не массовые, так же, как и административных дел. Их около 2,5 тысяч. Но мы понимаем, сколько в России противников войны. Их как минимум несколько десятков миллионов, по любым оценкам. Самые провластные социологические агентства выдают 30% твердых противников войны. Это 50 миллионов человек, примерно. Из 50 миллионов человек на 2,5 тысячи открыты административные дела, и на 60 – уголовные. Что это означает? Что массовых репрессий нет, что не свозят всех в Сибирь, кто против. Причем есть даже довольно громкие люди, которые против политики, такие как Илья Яшин, например, которые находятся в Москве, и у него есть административное дело, про их него открыли, но он живет и работает, слава богу, надеюсь, что дальше с ним будет все хорошо. С другой стороны, есть довольно случайные люди, которые там написали на мосту «нет войны», и против них есть уголовное дело. Это все, что на самом деле означает, что эти репрессии случайные. Это не значит, что ты в Москве, выступив против войны, тебя обязательно посадят, даже если ты известный. Репрессии эти идут для того, чтобы каждый думал, что ему лучше самому не выступать против войны, а то его посадят. Их основной смысл – не посадить всех несогласных, а навести ужас и произвести ощущение случайности этих событий. То есть ты не можешь понимать, что можно, а что нельзя. То есть ты можешь сказать «нет войне», и на тебя откроют уголовное дело, а можешь выпускать антивоенные видосы целыми днями, как я, и никакого дела не откроют. И ты не можешь знать, что и когда, и как происходит. Вот это главный смысл этих репрессий. Их для этого делают. Для того, чтобы люди додумывали сами, чего им нельзя, и сами себя цензурировали. Поэтому то, что кого-то еще не посадили, например, Стрелкова, несмотря на то, что он говорит неудобные вещи, это не значит абсолютно ничего. Просто случайно не выпал туда шарик, и все. То есть это совершенно случайный процесс. То есть, по сути, Кремль делает очень хитро, да? Он заставляет людей самих бояться себя. Да, это стратегия российской власти. Она в этом очень сильна. Она очень сильна в том, чтобы заставить людей, во-первых, заниматься самоцензурой, самим себя цензурировать, молчать, убедить себя, что это очень опасно, и все такое. Они делают для этого, конечно, определенные действия. Некоторые люди реально находятся в тюрьме. Здесь никаких вопросов. Но ощущение, что просто ты только скажешь что-то, и тебя сразу посадят, реальность от этого отличается. Но они информационную реальность такую создают. Да, это хитро. С другой стороны, они умеют как-то сделать так, чтобы все начали целыми днями друг с другом ругаться. То есть люди антивоенно настроенные, друг с другом ругаться. Ты то не так сказал, ты это не так. Вместо того, чтобы ругаться или противостоять, собственно, Кремлю. Все время... Путинского режима, вот в этом политтехнологически они очень успешны. Они действительно в этом преуспевают. Максим, вот скажите мне такой момент. Я помню 90-е или 91-е год. Ельцин, приход к власти, люди, которые выходят на улицы, бросают под танки бревна, пытаются с собой остановить эти танки. Куда делась вообще это? Куда делась это вообще русский дух? Дух, который побеждал тогда? Вот у нас только что 12-го был День России, как раз День памяти о тех событиях, когда остановили путь. На самом деле никуда не делся. То есть те же самые люди, многие из них живут сейчас в России. А новое это поколение вообще еще более, так сказать, демократически настроены, что ли, как-то свободолюбиво настроены. Проблема в том, что была совершенно другая общественная диспозиция. То есть тогда было понятно, что есть две силы каких-то масштабных. Вот есть Ельцин, есть там в Совете народных депутатов какие-то люди, там Сахаров был, ну вот к моменту Пуча, по-моему, уже нет, но не было уже, но другие были люди, да, то есть был там Ленсовет, то есть было понятно, что есть две общественные силы, по-разному смотрящие на положение дела и на то, что должно происходить. И ты можешь присоединиться к одной или к другой. И когда они сталкиваются, ты можешь тоже присоединиться, то есть ты можешь пойти туда или сюда, туда, куда ты считаешь важным. А у этой силы, если ты сюда выйдешь, тут есть лидеры, есть СМИ, вот, и есть какое-то понимание, что ты можешь победить. Вот так вот было. И, кстати, когда про Майдан говорят, в этом смысле он похож, да, то есть то же самое. Были лидеры политические, были СМИ свободные, было много людей, с которым ты присоединился на площади, и ты находишься среди единомышленников и борешься. То есть россияне готовы, да? Россияне готовы, но... В России сейчас нет такого, я не знаю, готовы, не готовы, в России сейчас нет просто такого ощущения, такой атмосферы. В России у человека, который настроен против войны, против Путина, который хочет изменений, у него ощущения нет, что он сейчас выйдет на площадь и присоединится к единомышленникам. У него ощущение есть, что он сейчас выйдет на площадь, его свинтят, посадят, и про него сразу же все забудут. А если еще и скажут, так еще и польют чем-нибудь, и скажут, что он вообще неправильно протестовал, надо было лучше. Хорошо, а культурные деятели, деятели культуры, те, которые там... То же самое. То же самое. То есть, когда ты видишь большое движение, к которому ты присоединяешься, или которое ты поддерживаешь, или в котором ты становишься лидером, это один вопрос. А когда ты должен, в общем-то, совершить общественное самосожжение, когда ты должен выйти, сказать, я против, и на тебя просто все польют помой. На тебя польют власть, активно помой, тебя отовсюду за концерт исключат, если ты, там, не знаю, музыкант-концерты отменят, если ты в телевизоре, то передачу твою выключат. А с другой стороны тоже будут тебя все поливать. Будут говорить, что ты неправильно протестовал, что ты сделал недостаточно, что 10 лет назад ты сказал что-то не то, сказал на Украине, а не вы, или что-нибудь подобное, и тоже все тебя будут плюать. И в Европе тебе скажут, иди за своим русским паспортом, нафиг, отсюда, и никому ты не нужен. То есть, ты такой шаг в пропасть делаешь. Есть люди, которые его делают, да, все равно есть люди, там, например, Макс Покровский из ногу свело. Просто целыми днями фигарят супер антивоенные клипы и проукраинские, и просто это делает, и все. То есть, Максим Галкин сразу высказался и продолжает высказываться, и принципиальнейшую позицию прямо занял, вообще принципиальную, не отступил на нее никуда. То есть, есть люди, которые это делают. Но, то есть, нельзя требовать людей, чтобы они вообще не думали о себе. И когда ты начинаешь хоть чуть-чуть думать, что с тобой будет, когда ты выступишь против, то ты не находишься в ситуации 91-го, когда ты выйдешь с большой группой единомышленников. И да, может быть, ты героически будешь установить танк, ты можешь пострадать, ты понимаешь, что ты можешь пострадать. И так же, как на Майдане тоже люди выходили, они понимали, что они могут пострадать, но они находились среди единомышленников, где есть политический рейдер, есть шанс победить. А тут ты выходишь, и никакого шанса нет. Ты просто сгораешь, на следующий день тебя нет. Ты сидишь в камере, и никто о тебе не помнит. И даже общественный адвокат, не факт, что к тебе придет, а может быть и придет, но скорее всего придет, все-таки еще есть общественная правозащита. Но даже и это не очень факт, что как-то тебе поможет. Вот в этом разница. Это не что-то с народом случилось. Это просто вот так вот захватили и держат власть таким образом. Это не в народе дело. Я уверен, что как только появится ощущение, что есть вторая какая-то сила, и куда можно присоединиться, то огромное количество людей присоединятся. То есть любая социология показывает, что около 50 миллионов человек есть, которые готовы к этому присоединиться. Многие из них активные, но просто нет ощущения, что это где-то есть. Но мне кажется, что власть немножко уже оступилась. Вот, например, тот же пример с Юрием Шевчуком, рок-исполнителем, музыкантом, которого отказались судьи выносить приговоры, или как там правильно сказать? Что случилось? Не смогли его, да. Ему не смогли вынести административку. Да, ходят информации, вроде как похожие на правду, что петербургские судьи просто сказали, что не будут судить Шевчука по этой статье. Ну, еще по этому протоколу где-то написано, что Родина не жопа президента, он сказал. Как это он так дискредитировал вооруженные силы таким способом? Никто не понял. Но Шевчук очень серьезный человек, то есть крупный общественный лидер мнений. Он высказывается на своих концертах, он писал антивоенные песни еще про Афганистан и продолжает их сейчас петь, и всех знают. Но он имеет ту же самую проблему, что и все остальные. Вот ему отменили концерт в Москве, должен был быть большой стадионный концерт. Ничего, никто не возмутился, ничего не случилось. То есть сможет он дальше играть концерты в России? Непонятно. Довольно серьезный вопрос для него. И понятно, что это никак не сравнивается с теми проблемами, которые испытывают какие-то другие люди. Но просто если мы хотим понять, почему люди, абсолютно однозначно имеющие антивоенную позицию, не бегут с ней на флагом сразу высказываться, то это вот поэтому. Потому что непонятно, где та общественная сила, на которую они могут опереться, и которые не могут присоединиться, или которые не могут возглавить. Нету такого сейчас в России ощущения, что она есть. Объективно в этом причина. Я вижу желание как-то вот, как-то дело представить, будто бы там что-то генетическое, там рабское сознание, вот это все. Но на самом деле эти же самые люди в 91-м году останавливали танки, в 93-м отстаивали демократию. И, в общем-то, в 2012-м очень большие митинги выходили, и в 2011-м. И потом это было. Но было всегда ощущение, что есть оппозиция. Вот ты можешь присоединиться к оппозиции. Пусть она слабая, ругается, не важно, но она есть. Есть у нее лидеры, есть у нее какие-то СМИ, эхо Москвы, дождь. Есть у нее какие-то политики, которые что-то могут, есть у нее какие-то адвокаты, что тебя не забудут, если тебя посадят. Ну вот это вот все. Сейчас этого нет вообще. Сейчас как бы у людей в России ощущение, что они просто одни и все. То есть, что они выступят против войны, а все вокруг скажут, да ты сдурел, чувак. Такое ощущение создается и российской пропагандой, и некоторым общественным мнением, которое толкает эту идею, что все россияне за войну. Всяким разным. Но оно есть. Это фактическое положение дел. Я надеюсь, что это изменится. Я думаю, что это изменится. Я надеюсь, что это изменится. Хорошо. Как тогда россиянам скинуть это ермо, которое, по сути, поцепил на них Путин? Не знаю. Знал бы, так уж как-то предложил бы это сделать. Сложная ситуация. Ну, попали в сложную диктатуру довольно такую. Довольно крепко держат нити власти самые разные, начиная от СМИ, заканчивая прокуратурами, судами, армией. Сложно против такого без ресурсов-то, без оружия, без сил. Вот и не получается пока. Не знаю. Ну, что-то будет, надеюсь. Что-то произойдет. Это невозможно утянуть развитую, продвинутую страну с образованным населением, ну, в смысле образованным, не знаю, умеющим читать, писать, и даже высшим образованием, обладающим в значительной степени. Невозможно утянуть на уровень Северной Кореи. Во всяком случае, еще ни у кого не получалось. Можно утянуть на уровень Северной Кореи аграрную страну, где, там, читать, писать, никто не умеет, где уровень жизни, там, плошка риса. Это можно. А вот утянуть, ну, в общем-то, продвинутую довольно, ну, европейскую в значительной степени страну на такой уровень, еще ни у кого в мире не получалось. Я думаю, что и у Путина не получится, особенно учитывая, что он уже старенький. И ему скоро уже... А, кстати, про Путина, который очень старенький. Вот это вот пропаганда реальна или все-таки вот эти вот его движения, вот эти вот держания за стол, там, ноги, которые танцуют сами по себе. Что говорят? Это болезнь, не болезнь? Или это все специально придумано? Я не знаю. Я не знаю. Может быть, это специально придумано. Один из вариантов таких... Он тоже конспирологический, как и все. Но один из конспирологических вариантов говорит о том, что это сам Кремль вбрасывает, чтобы люди просто ничего не делали. Чтобы они думали, что ну он сам помрет, что нам, зачем нам вообще рыпаться, если он сам скоро умрет от болезни. Но это такая же конспирология, как и все остальное. Есть факты, да? Факты состоят в том, что ему 70 лет. Россия не правила, по-моему... Вот если я правильно помню, Брежневу было то ли 73, то ли 75, когда он прекратил править. Это желательно проверить, но что-то типа того. Ельцину было 69. Всем казалось, очень старый Ельцин, уже совсем пожилой старик, дряхлый. Ему было 69. Путин уже старше его почти на два года. Или 68. Потому что 68 даже его было. Россией не правили люди в таком возрасте. В таком возрасте мужчины, имеющие стрессовую работу, в принципе склонны иногда даже без всякой болезни как-то сталкиваться с всякими разными состояниями здоровья неприятными. Поэтому это не будет вечно. Понятно, что в обозримом будущем Путина не будет. В обозримом. Ну как? Ну не через месяц, через год, через два. В крайнем случае через пять. Но пять это вряд ли. Не-не, пять это много. Давайте через пару месяцев. Ну как предложение. Да, если вы меня спрашиваете, я только за. Ну не в смысле смерти. Я смерти никому не желаю, но чтобы он от власти ушел, да хоть я жук завтра. Ну вот пока это не выходит. Спасибо за интервью еще раз, Максим. Большое спасибо всем вашим подписчикам, думающим россиянам. Ждем, пока зло само уйдет из России. Как-то так? Ну не очень оптимистично. Надеюсь, что через некоторое время как-то по-другому мы сможем это все описывать. Тогда ждем, пока зло из России выгонят американские пушки, из которых стреляют украинские солдаты. Вот ближе к делу.